А вообще лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ. 14 часов 3 минуты московское время. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лера Майорова и мы здесь, как вы поняли, не одни. Огромное количество гостей, все приятные, у всех такие глаза лучистые, прям чувствуется, что делают доброе большое дело. Итак, я с вашего позволения, Роман, с вашего позволения, гостей всех представлю. Значит, у нас в гостях руководитель фестиваля «Первозданная Россия» Тамара Сергеевна Пантелеева. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях фотограф Владимир Иванович Рябков. Здравствуйте. Здравствуйте. И давай ты, потому что я все в себе забрала. У нас здесь актер и режиссер из Австрии Дик О'Харри. Здравствуйте. Здравствуйте. А также нам поможет в плане перевода Антонина. Здравствуйте. Добрый день. Ну, просто нужно сказать, что без перевода мы тут пытались общаться, выяснили, что русский немножечко знаем и немножечко знаем английский. Все-таки нам, я думаю, без переводчика не обойтись. Что ж, потрясающий повод. 18-го числа состоится в Центральном доме художника Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». Давайте для тех, кто по каким-то причинам еще не в курсе, расскажем, что это за фестиваль. Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» проходит в этом году в шестой раз. Откроется он 18-го января в Центральном доме художников. Крымский вал 10. Не забывайте этот адрес, приезжайте. И будет проходить до 17 февраля этого года. Практически. То есть практически месяц будет проходить. Это очень такое сложное масштабное мероприятие, в которое включает очень много всего. Но основное – это, конечно, громаднейшая фотовыставка. И чем она отличается в этом году? Это совершенно новые фотографии природы России, абсолютно всех видов, которые были. И пейзажные, и фотографии животных, портреты животных, и их сценки из жизни животных. Это макрофотографии, подводные съемки из океана, из пресной воды, в морской воде. Это фотографии с воздуха. Ваш любимый жанр, Тамара Сергеевна? Мой любимый – это, конечно, животное. Это, конечно, животное. Потому что заглянуть в глаза животному – это что-то невероятное. Понимаешь совершенно мир, по-другому начинаешь чувствовать этот мир. Скажите, пожалуйста, как вообще все это организовывается? То есть вы засылаете своих фотографов во все уголки? Или наоборот, вот те люди, которые живут там на местах обитания, присылают вам свой лучший кадр? Это, конечно, и наши профессиональные фотографы. У нас не конкурс, не надо забывать. У нас просто демократическая такая площадка, демократичная площадка для всех фотографов, которые фотографируют природу России. Это и профессиональные фотографы. Вот, допустим, Владимир Иванович Рябков, он у нас пейзажный фотограф, который делает изумительные снимки. Как практически картины. Да, картины. Это не практически, а действительно картины. Но те, которые сделала природа, в общем-то, а не человек. И, конечно же, это и фотографы-любители, или фотографы-профессионалы, которые живут в регионах. В этом году у нас 50 регионов принимают участие в фестивале. Да, вообще по количеству и качеству фотографий это рекорд. В этом году 600 фотографий природной России будет у нас размещено на выставке. И это 5000 квадратных метров. То есть это громаднейшая выставка. А сколько нужно времени, чтобы обойти всё это? Ну, зрители к нам приходят на весь день, потому что у нас очень интересная площадка для всех возрастов. И для детей, и для пожилого возраста. У нас очень много мероприятий идёт на фестивале. Поэтому обычно у нас приходят на выходные и пытаются даже и остаться переночевать там. Потому что служба охраны очень настойчиво приглашает их к выходу в час закрытия фестиваля. Ну, они просто смотрелись на красоту, их можно понять. Я хотела вот к Владимиру Ивановичу обратиться. А вы какие работы представили в этом году? Ну, в этом году у меня несколько работ. Вот одна из них Якутия. Это я такой фотограф, который несколько лет фотографировал на морозах. На сильных морозах ниже 40 градусов. И у меня было несколько... Две поездки было, где у меня температура была 57 и на следующий год 58 градусов. Работает ли фототехника, Владимир Иванович? Ну, при определённых ухищрениях, которые я выработал... Костерок или что? Нет, нет, нет. Я просто шью специальные футляры. И я фотоаппарат всегда кладу в пуховку. Делаю снимок. Я снимаю только со штатива. Делаю снимок. Прохожу, допустим, через 3 метра, мне следующий снимок. Я снимаю фотоаппарат, убираю его в чехол и опять в пуховку убираю. Чтобы он хотя бы как-то грелся. А запасные аккумуляторы всегда у меня во внутренних карбанах. Слушайте, вот, Роман, какой вы несердобольный человек. Вы сразу стали про аппаратуру интересоваться. Мне интересно, как вот человек не ломается в таких условиях? Ну, холодно, на морозе. Там же нужно как-то, я не знаю... Посмотри, как глаза горят. Энтузиазм. Ну, я так скажу. Когда я первый раз фотографировал при температуре минус 55... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне было страшно. Ещё бы нет. Мне даже страшно слушать об этом. Но я думаю, что сегодня в течение часа мы обязательно подробнее об этой съёмке поговорим. Мы сейчас должны прерваться ненадолго. У нас будет песня. А потом мы вплотную подойдём к нашему иностранному гостю, который уже практически весь наш родной. Но сначала... Не переключайтесь. Да. Будьте вместе со Страной. Лучшее в стране. Дамы и господа, мы продолжаем. Это телерадиоканал Страна.ФМ. И у нас сегодня много гостей. Мы уже поговорили о фото-выставке, которая, собственно, стартует совсем скоро в эту пятницу в Москве. Приходите. Центральный дом художника. Первозданная Россия называется. Мероприятие. Да, да, да. Ну и у нас сегодня гость. Гость приехал к нам из-за рубежа. Зовут его Дик О'Харри. Он актёр и режиссёр. И он снял интересный фильм. Снял фильм в России. Давайте его расспросим, что за фильм, где и когда его можно будет увидеть. Вот вы уже за кадром сказали, что в Якутии вы тоже снимали свой фильм, и было очень холодно. В Якутии это было очень холодно. Да, это было очень холодно. Я люблю. Это как я хотела увидеть Россию в венте. Но я обожаю такой холод. Это то, как я вижу Россию. А скажите, вот разница в погоде. Там вот, оттуда мы приехали, и здесь, в Якутии, это же переплазка колоссальная. Да, это большая разница. Но, в любом случае, где я росла в Дакоте, это очень холодно, не так холодно, как в Якутии, но очень холодно. И холодно. Мы не забываем, я просто, некая поправка, мы не забываем, что у нас гости этнические дети, поэтому из мест, который изначально он приехал, да, скажем так, то, в общем-то, разница не такая уже большая. Алятская и Кутия. Если у меня такой цвет кожи, это не означает, что я только что с пляжа из теплых стран. Везет, а мне он любит в солярий ходить. Я хотела вот такой момент спросить. Иногда иностранцы, не думая о том, какая холодная зима в России, приезжают в своих, вы знаете, демисезонных пальто, в таких вот ботиночках, которые рассчитаны на температуру плюс 5, и потом приходится им сразу устраивать грандиозный шоппинг. Было ли у вас так? Он изначально тоже не был готов. И, конечно, как в минус 50, да еще когда ветрено. Но в моем случае я тяжелее переношу жару, как раз таки, нежели холод. Адик, знакомы ли вам такие русские слова? Дубленка, тулуп, валенки, унты. Это не надо в русском языке. Дубленка, тулуп, валенки. Валенки, право вы имели? Валенки. Валенки? Что это? Валенки. Что это? Это обувь такая. Валенки, я знаю. Authentic Russian shoes. Ah, я не знаю. Very white and very warm. Очень теплые. Я пытаюсь объяснить, да, что такое нет. Я думаю, что нужно делать это. Незнакомый, Роман, отвечая на ваш вопрос. Нет, незнакомый. Итак, давайте расскажите нам про фильм, который вы сняли. Tell us about the movie you did. I made few movies in Russia. Not only in the two. У меня не один фильм, не несколько фильмов в России я уже сделал. I filmed in Baikal in summer and in winter. Летний Байкал, зимний Байкал. I filmed in Karelia. I filmed in Karelia, I filmed in Degestan. Yeah, I filmed in Hakazia. В Hakazia. In Tuva. In Tuva. That's what I really want movies I made now. And I like every, I mean, I like to see every part of Russia, because it's diverse. Россия настолько разнообразна, что я мечтаю увидеть каждый уголок этой необъятной страны. Yeah, Россия is очень разнебразни. Спасибо. It's beautiful. It's очень красивая. А в какой момент произошла вот эта вот влюбленность в Россию? В какой момент ты хотелось ее узнать? Это давно произошло, когда я еще был ребенком. Россия is mysterious place. More than China, more than anywhere else. Россия is a загадочная страна, закрытая страна. И гораздо более загадочная, чем Китай или любая другая. And that's actually, which is good for you. It's not only bad to have in the SSR before, for example, because it kept your tradition. And it keeps you the way you are, which is beautiful. Удивительно, что вы до сих пор сохранили и продолжаете сохранять традиции. Удик относится к этому с огромным уважением. And so it's always fascinated me. I always was fascinated with Russia. Это всегда меня воодушевляло в отношении России. Не говоря уже о том, что я хорошо знаком с русской литературой, с Чеховым, с Достоевским, которые, безусловно, вдохновили меня еще в детстве. Это все возбуждало мою фантазию в отношении России, поэтому любовь произошла уже очень давно. Но в то время было невозможно приехать в Россию из-за политической ситуации. And now when I had the chance, and when I see... Okay, I don't want to get too political, but... Я не хочу сейчас говорить о политике, но тем не менее... But what I could see the unfair that the Western world against Russia and all the propaganda, that made me very angry, and I decided to go and see for myself. Пропаганда западного мира, и когда я вижу, насколько она несправедлива и несимпатична, ну, просто взрывает меня изнутри, я не могу молчать. And so I came here, and I was surprised. It was my first time. Everything we learned about this country was wrong. It was just great. И когда я первый раз оказался в России, все, что я слышал и знал раньше, оказалось абсолютной ложью. Я увидел совершенно другую страну. I did not come here to film first time. But when I saw this, and I said I must do something about it. И я приехал в Россию не для того, чтобы снять фильм, но как только я оказался здесь, я понял, что я должен это сделать. And I decided that I'm gonna make movies here and show the world. И я должен показать их мир, не только их снять, да, но и показать Россию миру. What Russia is not only how beautiful, but how the people, how the rotation, how... Не только там какая красивая, показать, насколько красива Россия, но и показать, какие замечательные люди живут и традиции. И, наконец, исправить вот это неправильное восприятие, ложное восприятие западным миром России, показать истинное лицо России. And now I'm happy, because everybody sees it, like, wow, is that really beautiful? This is just, I want to see this country. И все, кто видит, конечно, говорят, wow, неужели она настолько хороша? Even Russian people, you know what I mean? И даже русские люди, да, не очень хорошо знают, насколько красива наша страна. Дик, какие традиции вы в свою жизнь позаимствовали в России? Did you take any traditions from Russia into your life? Oh, from the people... Except drinking. No, I didn't take that. I like it. You need it. You need it when it's minus 50, man. This is necessary. К сожалению, да, когда минус 50, ты иногда вынужден приобщиться к русской традиции, да. Это сладкий чай, да, я понимаю. This is the sweet tea. I don't know if I took anything personally, but I developed a lot of respect for the people the way you live. Не могу сказать, что я позаимствовал, но я с огромным уважением отношусь к тем традициям, которые я вижу, которые сохранили люди. And this soul that the people have, this Russian soul, this world something... И меня не оставляет равнодушным, конечно, загадочная русская душа, которую я очень хорошо чувствую. I guess nobody would understand this unless he's Russian or he... Только русские могут понять, наверное, то, что я чувствую. Какую-нибудь русскую музыку знаете ли вы? Russian music? I know Russian music. Oh, I know Russian music very much, but it's not your music. Korsakov and Tchaikovsky... Я очень хорошо знаю классическую музыку, Чайковского, Римского, Корсакова. Боюсь, что это не совсем та музыка, которую вы имеете в виду. Мусоргский and all. Мусоргский. Modern music? Я не знаю. Современная музыка я не очень знакома. Я думаю, что в течение этого часа мы будем исполнять пробелы. They will fill up the gaps. Oh, okay, that's good. She gonna sing something? Do you wanna... Вы собираетесь петь? У нас много современной музыки, мы ее будем смотреть, слушать в течение этого часа. Так, но я скажу, что 25 февраля в 15.00 в ЦДХ в Москве состоится премьера документального фильма, который сделал Дик. Фильм называется «Охотник за преданием». Показ будет встреча с режиссером в рамках фестиваля-выставки «Первозданная Россия». Друзья. Ну вот еще немножечко, прям если есть у нас секундочку, я хотела спросить, когда вы, не знаю, там впервые соприкоснулись с русскими людьми, есть ли какая-то разница, вот русский человек и европейский человек, вот в вашем понимании? О, большая разница. Ну, колоссальная разница между людьми, конечно. Запад — это все про деньги. В России это не про деньги, это про душу. Тебя судят на Западе по тому, что ты имеешь. В России это иначе. Я, конечно, понимаю, что здесь тоже говорят о деньгах, но это совершенно другой масштаб. Они знают, что такое семья, русские знают, что такое настоящая дружба, дорожат и ценят это. Я очень прошу. Ребята, пожалуйста, не меняйтесь, не становитесь вот этой вот западной моделью. Спасибо вам огромное за такие прекрасные слова. Прям как вот что-то внутри так потеплело, такое хорошее чувство. Мне кажется, нужно его сейчас немножечко переварить, а пока мы прервемся. Дорогие друзья, в эту пятницу, 18 января, в Москве, в ЦДХ, начинается фестиваль «Первозданная Россия». Шестой фестиваль. Мы вас туда приглашаем. И у нас сегодня в гостях люди, которые представляют это чудесное мероприятие. И давайте предоставим слово руководителю фестиваля, фестиваля Тамар Сергеевна Пантелеева у нас в гостях. Мы будем продолжать расспрашивать вас о том, что же нас ждет. Я знаю, что у вас в этот раз очень интересно организовано пространство, да? То есть вы прямо там поделили на тайгу, на тундру. Кому пришла в голову такая идея? Мы каждый раз пытаемся обновиться, чтобы немножечко по-другому представить природу России, чтобы было более интересно. И в этом году все фотографии сделаны, разделены по природным зонам. То есть представляют природные зоны России. Начинается с Арктики, потом переходит в леса в тайгу, вернее Арктика, тундра, широколиственные леса, тайга, потом пустыни, полупустыни и субтропики. То есть вся экспозиция, 140 фотографий именно в этой экспозиции созданы, представляют как бы природные зоны России. И будут обязательно экспликации к этой каждой зоне. То есть все посетители могут немножечко... Ну, отлично, это будет как бы такой интерактивный, масштабный, что ли, учебник по географии нашей России. И люди хотя бы немножечко побывают то там, то там, то там. То есть представить, насколько огромная наша страна. И вот такая идея была реализована. Спасибо фотографам, потому что мы же зависим от тех фотографий, которые нам пришлют. А вы бросаете клич, да, например? Ну, мы объявляем, да, объявляем сбор фотографий, начиная с марта, тематику объявляем. И люди присылают нам фотографии, потом у нас экспертная комиссия работает, потому что мы не все фотографии, конечно, можем пропустить. Там и по техническому уровню, по этическим соображениям. По художественному, может быть. По художественному, да. Вот, и, конечно, отбор это идет очень серьезный. И фотографы не должны на нас обижаться. Но мы не присуждаем никаких мест. Мы просто хотим показать красоту нашей природы. Поэтому вот такая идея была реализована. Я думаю, это понравится нашим посетителям. И они представят нашу страну во всей вот многообразии природных зон. Вот мы говорим, что из всех уголков России пришли к вам фотографии. Но на самом деле мы видим, что у нас, значит, и Австрия интересуется Россией. И, насколько я знаю, прям китайские наши партнеры в огромном количестве заявили о себе на этом самом фестивале. Да, получилось так, что мы в прошлом году впервые провели гостевую выставку. Поскольку у нас был этот фестиваль, посвященный нашему юбилею, пятилетию, мы решили пригласить гостей. И пригласили, значит, выставку шведских фотографов. У них есть там общество фотографов дикой природы. И британскую выставку фотографий дикой природы. Они собирают эти фотографии со всего мира. Музей естествознания в Лондоне представляет эту выставку. Это очень было интересно для наших посетителей. Поэтому мы решили эту традицию продолжить в этом году. И пригласили фотографов из Китая. Они нам прислали 49 фотографов, прислали 100 фотографий. Конечно, это минимум, что они могут нам показать свою прекрасную страну. Тем не менее, очень интересные, совершенно противоположные нашей природе кадры. Очень интересные животные, птицы, природные такие какие-то явления. Панда, конечно, ведущая там у нас будет фотографии. Я думаю, что нашим посетителям будет очень интересно сравнить наши фотографии Китая и России. И понять, насколько еще и мир-то, в принципе, разнообразен, не только наша Россия. А я-то поняла сначала, что как будто бы они приехали и у нас тут все фотографировали. А мы к ним с ответным визитом, вернее, не мы, а вы собираетесь? Да, приезжает, между прочим, вместе с выставкой, приезжает и делегация. Шесть человек приезжают из ассоциации фотографов китайской, ассоциация защитников дикой природы Китая. Вот такая у них есть ассоциация. Они приезжают к нам на фестиваль. И мы хотим, конечно, с ними построить какой-то диалог, чтобы они приезжали к нам, мы приезжали к ним. Но надо сказать, что у нас на фестивале есть фотографии зарубежных фотографов. И в частности, допустим, Тасидзе Фукуда, знаменитый наш японский фотограф, который представлял позапрошлом году на четвертом фестивале, представлял свои фотографии там дальневосточного тигра, снятого в природе. Это очень редкий кадр, потому что тигра в природе снять совершенно невозможно. Да и фотограф отважный, получается. Ну да, там было специально все устроено. Он там высиживал полтора месяца для того, чтобы снять вот этот кадр. Там нельзя было ни дышать, ни... Полтора месяца не дышать. Ну, очень маленькая такая была какая-то засидочка сделана, как они говорят. И он появлялся из неё только по ночам, чтобы не вызывать никаких дополнительных шумов. Но, тем не менее, ему удалось это снять. И вот в этом году он представил нам проект по утке-мандаринке. Есть такая очень красивая утка-мандаринка. Я её даже видела. Да, это вид утки, который внесён в Красную книгу, исчезающий вид. И он базируется, утка-мандаринка, в пяти странах у нас. И вот он снял все пять стран, в том числе и в России. И небольшая экспозиция его будет представлена у нас на фестивале. Так что это будет ещё дополнение к нашему фестивалю. Слушайте, ну вот вы так сейчас интересно рассказали, да, что приходилось сидеть полтора месяца. Мы сейчас будем прерываться на песню, но сначала я так заброшу удочку. Я хочу обратиться к Владимиру Ивановичу и к Дику. Подумайте, вот какие у вас были сложности, да? То есть, может быть, тоже приходилось где-то подолгу сидеть, что-то ловить. Или, может быть, вот, я не знаю, Дина откололась. Какие-то интересные, непредвиденные ситуации на съёмках. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. У нас сейчас пойдут, наверное, красивые кадры. Вы можете наблюдать их вот в столах у нас. Те фотографии, которые, наверное, будут представлены, да? Да, конечно, да. Это из новой экспозиции фотографии, да, да, да. Это кто такой красивый? Это зубры. Зубры? А, это улитка, макрофотография. Приходите в ЦДХ, там много фотографий, да? Лиса, это символ нашего фестиваля, поэтому мы обязательно всегда помещаем любые фотографии лисы. А как случилось, что именно лиса стала символом? Ну, так решили, потому что она такая, в общем-то, обаятельная. Во всех природных зонах России живёт, в принципе, разные разновидности лисы, но присутствуют практически везде. И потом она, по-моему, по характеру очень похожа на русский, на российский характер, да. Умненькая, хитренькая, красивая. Есть какое-то имя? Лиса Патрикевна? Нет, ну это в сказках, а у нас просто лисы. Просто лиса. Да, просто лиса, да. Ну, я так понимаю, лисичку, если встретишь в лесу, это не очень сильно страшно. А вот если ты встретил там медведя, или кого ещё можно встретить? Кого напугаться можно? Расскажите нам, Владимир Иванович, с кем сталкивались. Ну, однажды у меня была большая экспедиция в Корякию, и там было очень много медведей. Места там абсолютно дикие, они более дикие, чем на Камчатке, многократно. И там людей, где мы были, они не каждый год бывают, даже там какой-то один человек или два человека. И однажды мы, я поднимался в горы с фотоаппаратурой, пошёл на фотосъёмки. А поскольку я шёл вверх по склону, то я просто всклон, у меня глаза смотрели всклон. И вдруг я услыхал тяжёлое дыхание. И у меня такая мысль пронеслась. Бараны, поднимаю голову, на меня идёт медведь. Но он меня не видит, потому что между нами куст. И у неё тоже голова опущена вниз. Я мгновенно хватаю ружьё и стреляю 10 сантиметров над его головой. Причём это не фото, а ружьё. Настоящее, 12-й калибр. Ну, нужно тут пояснить, чтобы отпугнуть медведя. Да, конечно. В животных я бы не стал стрелять. Ну, только в случае, если бы он на меня уже там нападал. Я стрельнул, и он очень резко развернул голову назад. Видимо, пуля просвистела над ним. Ну, я вот столько выше головы пустил. И я уже... Он поднял голову и смотрит на меня после этого. Вернее, назад, а потом на меня. Я переломил ружьё, выбросил патрон, достал из патрон Таташа дробь и пули. И про себя думаю, если прыгнет на меня, пулю и стреляй дуплетом. Если прыгнет в сторону, дробь, медленный патрон и стреляй над ним. И мы смотрим глаза в глаза. До него около 7 метров. Громадный медведь. От уха до уха. Ну, я не знаю. Вот столько. Сантиметров 80, да? Где-то так. Ну, масса от 600 до 800 килограмм. Ой-ой-ой. Это же несравнимо с этими медведями. Они там красную рыбу едят, а наверху там ещё кедровые орехи со слониками. Экологически чистое питание. И плюс она очень калорийная. И поэтому там до тонны, и более, бурые медведи более тонны бывают. Ой-ой-ой. В коряки. И мы глаза в глаза смотрим. 10 секунд, 20 секунд. Я нисколько не боюсь. 30 секунд. И тут у меня из подсознания выплывают мысли. А медведь-то не уходит. И у меня по спине побежали мурашки. Да. Тут стало страшно. Стало страшно. Вот только через 30 секунд стало страшно. Потому что я был в себе уверен абсолютно. И вдруг он резко разворачивается. И совершает прыжок, как футбольный мячик. Вот как мячик пинает в футболе. Чик. И он прыгнул. И там исчез. Я когда туда подошёл. А нет, я над ним ещё потом выстрелил, когда он убежал. Дробью. Подошёл. Я его прохватил, во-первых, медвежья хворость. Причём он долго на меня смотрел. Вот. И я замерил. Он прыгнул на 8 метров. Я шагами замерял. И припрыгнул кусланика, который был выше меня. То есть более 2 метров. Вот это да. То есть медведь с места прыгает. На 8 метров перелетая 2-метровый этот. Это очень хорошо, что он в другую сторону всё-таки. Да, если бы он прыгнул на меня, даже если бы я стрельнул дуплетом, эта масса 680 килограммов, она бы, даже если бы был мёртвый, она бы меня убила. Или искалечила. Нет, медведю спасибо говорим. Если он смотрит, слушает, что мы сейчас, то, конечно, это было бы по-человечески он поступил. Ну вот пусть кто-нибудь скажет, да, что работа режиссёра и фотографа – это лёгкая профессия. Я хотела бы спросить у Дика, бывали ли у него подобные ситуации. Да, у него были встречи с медведями. В одних ситуациях это было опасно, других менее, мы просто посмотрели друг другу глаза и расходились. Но я думаю, что самое опасное опыту в прошлом году в течение зимнего периода на Байкале. Это было в марте, и, в принципе, лёд, конечно, очень толстый. Но случилось землетрясение, вы услышали? И Байкал was cracked. И лёд просто встал на дыбы. Буряты сказали, что ни в коем случае нельзя там появляться близко. Но это я, и я должен был поехать посмотреть. И я пересёк трижды Байкал. И, наверное, это было самое страшное и опасное. Огромные льдины, скалы. Вот метановые газообразования, не знаю, как это, да, вот это, пузыри, пузыри. И если ты едешь, даже ты их видишь, ты не можешь остановиться. На автомобиле, да? Да, он всё это делал на автомобиле. And sometimes the ice, the crack is open, but then again it gets cold and it freezes. But it's very thin, you don't see it. And if you go with the car, you'd go on the bottom of the lake. да ты выезжаешь на лед и ты не видишь на сколько он тонок и и невыно и тузвари вери и веневью сервай с окнами открытыми и даже если мы выжили потому что за за бортом было 40 раз мы все равно умерли и 50 километров до ближайшего населённый пункт ажу юготеда лейки дай у окигана дай я просто хочу обратить внимание что дик сам управлял транспортным средством и в машине был такой он и его оператор и я хочу заметить что на дне байкала покоится сотни машин а мошли бурят пипа в основном бурят а убеда прост стране я был первым иностранцем после этого наверно с диком многие буряты делали сэлфи когда он вернулся вообще со мной делать любите ли вы фотографировать может быть ваши фотографии где-то можно на выставке я ненавижу фотографии я делаю фильмы но люди всегда любят фотографировать со мной на фотографиях приятно смотреть но делать это очень другая история фотографировать тамара сергеевна у нас так вообще пролетело время так о многом хотелось поговорить я понимаю что люди которые отправятся на ваш фестиваль они все еще раз увидят но я хотела бы спросить вы просто привлекаете как-то эмоционально внимание людей к проблеме сохранения на наших красот или все-таки вас там будет круглый стол где вы прям каких-то решений добьетесь и будете их продвигать дальше фестиваль это такое большое мероприятие это значит помимо фото выставки большущий кино фестиваль документальных фильмов о природе того же прямо кино фестиваль который представлен разными сюжетами потом это много очень просветительской всякой работы потому что на основной сцене фестивале каждую субботу и воскресенье идут мастер-классы фотографов выступают ученые выступают путешественники они рассказывают о природе россии о своих вот задачах которые по сохранению этой природы и помимо того это еще и детская площадка у нас в этом году будет очень интересно организовано помимо того что будут такие как бы мастер-классы мини лектории для детей просветительскими на мини лектории для детей потом будет город мастеров это различные прикладные всякие искусства и громаднейшая творческая площадка совместно с партнерами лис и партнеры будет организована где дети будут творить природные зоны в течение всего фестиваля то есть настенные различные аппликации потом объемные аппликации из бумаги дерева веток там дополнительных каких-то материалов торс и я и за весь фестиваль создадут несколько природных зон и поселит них животные то есть будет вот таким образом и помимо еще этой громадной дискуссионная площадка то есть к нам приходят различные общественные организации которые поднимают проблемы экологии на фоне нашей вот этой красивой фото выставки но вы понимаете что фотография это такой универсальный язык который не нужно не требуется перевода изображение вообще по моему это сейчас мировой как бы язык да и он может через эмоции человека через его чувства создать неопределенную ауру человека и человек должен понять что он живет в природе который должен сохранять за мотивировать давайте еще раз напомним где когда во сколько с 18 января по 17 февраля центральный дом художника крымский вал 10 пожалуйста приходите выставка будет работать будни с 11 часов до 8 часов вечера пенсионеры у нас идут бесплатно в понедельник понедельник у нас день пенсионеров ну пожалуйста все остальные тоже приходят но для пенсионеров это бесплатно выходные дни с 10 часов суббота и воскресенье с 10 до 9 часов вечера так что приходите мы будем всем всем рады вы получите большое удовольствие отношения вы знаете мы уже получили огромное удовольствие от этого общения душевно прям целый час можно дима одно одно замечание фильм дико как раз посвященный зимнему байкалу после того что он испытал он и как раз таки в рамках фестиваля будет показан именно этот фильм зимний байкал с русскими субтитрами да а приходите пожалуйста это будет 27 января уже в воскресенье вечером ждем вас и так друзья у нас в гостях сегодня были руководитель фестиваля первозданная россия тамара сергеевна пантелеева спасибо вам огромное что пришли фотограф владимир иванович рябков спасибо вам за историю про медведя и наш гость который обожает россию мы тоже обожаем его в ответ дик ахари актер и режиссер из автрии и перевозчик антонина королева всем вам большое спасибо удачного вам проведения мероприятий надеемся увидеть вас вновь нашей студии спасибо большое